О том, какое влияние на Владивосток и его жители оказали события двухлетней давности, а именно отстранение бывшего главы Приморской столицы Игоря Пушкарева, в эфире Радиолема обсудили Андрей Калачинский и ведущие политические обозреватели. Напомним, что арест экс-мэра произошел 1 июня 2016 года. В своей программе журналисты и его собеседники говорили о возможных причинах отстранения опального политика. Сейчас спроси вас, разбуди вас ночью и спроси, за что арестовали Игоря Сергеевича Пушкарева, его брата и сотрудника Андрея Ложникова? За что? Говорят простыми словами. Искушенный в знании властных структур, в политике и экономике, главный редактор «Золотого рога» и так уж вышла однофамилия с бывшего главы Андрей Пушкарев попытался обобщить все известные теории, слухи и факты вокруг громкого ареста. Ну, опять же, придерживаясь официальной версии, это какая-то коррупция, коррупционная составляющая. Есть версия, которая касается бизнеса семьи Пушкаревых, да. Есть версия, которая касается борьбы за власть в Приморском крае. Так, да. Ну, соответственно, есть версии, связанные каким-то, может быть, личностными мотивами, что-то кого-то недолюбил. В ходе эфира Андрей Калачинский узнал еще одну версию ареста и последующего жесткого этапирования экс-мэра в Москву от другого, не менее матерого журналиста. Олег Жунусов, в свою очередь, попытался дать глобальную оценку ситуации. Если посмотреть на политическую ситуацию в крае при Миклушевском, то можно было увидеть, что те главы крупных городов, которыми был недоволен Миклушевский, с которыми не сумел бы встретить отношения, которые хотел сминить, они все попали под уголовные дела. Вернувшись в политическое прошлое Приморья, эксперты в студии «Радио Лема» вспомнили заслуги Игоря Сергеевича, отзывы о нем коллег из мэрии, что идет вразрез с обвинением о превышении должностных полномочий и грабительском отношении к городскому бюджету. Журналисты, повидавшие ни одного мэра, высказались однозначно. «Зная Игоря Сергеевича, ты понимаешь, что Владивосток для него был домом родным, и он, наоборот, свою семью заставлял работать на Владивосток очень часто». Подводя итог разговора, Андрей Калачинский дал и личную оценку самому резонансному процессу в истории города Владивостока. «Я, честно говоря, тоже не на стороне обвинений. Мне тоже это дело кажется чрезвычайно сшитыми белыми нитками. И это хорошо видно на том примере, насколько оно срежиссировано». Олег Завьялов, Евгений Черемыхин, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.